Добрый день, уважаемые присутствующие. Вы знаете, почти каждый год в этом зале проходят парламентские слушания. И здесь обсуждаются наиболее острые вопросы, которые есть. Последствия аварии на Чернобыльской атомной станции. Это эксплуатация станции и зоны отчуждения, и ее перспективы. Но самое главное, я считаю, в первую очередь, это социальная защита сотен тысяч украинцев, которые пострадали и ощущают последствия той страшной катастрофы. Ведь благодаря мужеству ликвидаторов и наша страна, и весь мир тогда был защищен от страшной ядерной угрозы. И люди тогда проявили настоящий героизм. Сказала, страна нужна, встали и поехали защищать. Без лишних вопросов и без лишних разговоров. Заплатили они за этот героизм своим здоровьем и здоровьем своих детей. А многие из них заплатили своими жизнями, оставив сегодня вдов выживать самих. Вы знаете, этот урок нужно помнить. Я думаю, что все присутствующие в этом зале и те, кто сегодня нас смотрит, хорошо это понимают. Потому что чернобыльская катастрофа не может быть историей, ушедшей в прошлое. Это часть судьбы нашей страны. И от нее нельзя отделаться, приняв закон, которым просто отменить миллионы людей, которые сегодня продолжают страдать от последствий, катастрофы. Я думаю, все прекрасно понимают в этом зале критичность экономической ситуации в нашей стране. Мы все видим, что происходит. Мы все хорошо понимаем, что не хватает денег, что останавливаются предприятия, что есть непоступление в бюджет. Но это не дает право сегодня вычеркнуть чернобыльцев из истории Украины. Это не дает право сегодня именно за счет чернобыльцев экономить в бюджете, за счет ветеранов, за счет инвалидов, за счет учителей, врачей и шахтеров. Мы можем перекладывать на них всю тяжесть кризиса и всю ответственность за то, что сегодня творится. Сегодня статус пострадавших имеет 2 миллиона 100 тысяч человек в нашей стране. Это почти 5% населения. И из них 449 тысяч – это дети. Знаете, мы не первый год занимаемся этой проблемой. И нужно быть здесь абсолютно честными, что не было той власти за все годы независимости, которая бы заплатила по всем долгам чернобыльца. Не было такой. И мы со многими присутствующими в этом зале выходили под стены парламента, ломали заборы, штурмовали здания парламента. Разными способами добивались диалога с властью. Но он был. Была дискуссия. Искали механизмы. Сложные, непростые, плохие порой. Порой оно не удовлетворяло ни одну, ни другую сторону. Но, по крайней мере, мы шаг за шагом пытались восстановить социальную справедливость. В чем сегодня ситуация? Сегодня нет даже диалога. То есть вопрос просто не рассматривается. Приняли закон, отменили и поставили на этом точку. Вот в этом, я считаю, сегодня глобальная несправедливость. Мы все прекрасно понимаем, что завтра не упадет манна небесная на голову. И что кредит МВФ не решит проблемы Украины, если его точно так же растянут, как растянули сегодня все доходы бюджета. Но мы должны и обязаны сегодня сделать все, чтобы защитить тех людей, которые нуждаются в первую очередь. Мы подготовили вместе с общественными организациями ряд законопроектов. Законопроект, который имеет отношение к тому, чтобы вдовам чернобыльцев давали статус без особого подтверждения. Законопроект по детям чернобыльцев. Я хочу сказать спасибо большое профильному парламентскому комитету, господину Томенко, за то, что они его поддержали однозначно. Восстановить ранее действующие нормы до 2007 года по военнослужащим. И законопроект об отмене налога на пенсию. Вы знаете, это вопиющий сегодня факт. Я хочу просто прочитать примеры жизни, которые мне дали сами чернобыльцы. Синчук Анатолий, 66 лет человеку, ликвидатор ЧАЭС, инвалид, диагноз, рак крови. Пенсия у него 5800 гривен. С одной стороны, вроде бы неплохая пенсия. Дай секунду. С другой стороны, этот человек сегодня платит за свое здоровье 4000 гривен в месяц на химиотерапию. 800 гривен на поддельное... И справа, потому что есть регламент, загальный для всех. Прошу 10 секунд и завершите, пані Наталью. Дуже. Можно, да? Мы просто с чернобыльцем просили поднять этот вопрос. И сегодня этому человеку вводят налог на пенсию. И с него забирают 360 гривен. Ну, слушайте, 360 гривен – это то, за счет чего он поддерживал свое сердце. Ну, недопустимо сейчас принимать такие нормы. Мы обратились в Конституционный Союз. Спасибо. 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 Спасибо.